Итак, добрый вечер, добрый день, может быть, доброе утро, уважаемые коллеги. Для тех, кто смотрит наши материалы на YouTube-канале «Альтернатива», я хочу напомнить, мы продолжаем цикл лекций, посвященный поиску будущего, но поиску на основании анализа существующих проблем, противоречий и объективных трендов настоящего и недавнего прошлого, а может быть и давнего прошлого. Сегодняшний наш разговор будет посвящен тому, как производительные силы конца XX-начала XXI века создают одновременно предпосылки для будущего, я не боюсь сказать об этом для коммунизма, с одной стороны, а с другой стороны, вступают в противоречие с тормозящими их развития производственными отношениями позднего капитализма и, в частности, его неолиберальной модели. Итак, о чём мы будем говорить сегодня? Это технологическая революция начала XXI века. И давайте в этой связи поставим проблему о том, как складываются судьбы рынка, частной собственности, какие возникают предпосылки для того, чтобы возник режим собственности каждого на всё, как частные блага трансформировались в общественные, ну и произошло всё то, что обычно связывают с государственной или общественной собственностью, то, что, на мой взгляд, неправильно связывать прежде всего или тем более исключительно с государственной собственностью. Общественная собственность – феномен несколько более общий, извините за некоторую неявную игру слов, такую нечаянную игру слов, но, тем не менее, это действительно так. Поэтому об общественной собственности мы будем говорить, но в её немножко непривычном виде. Давайте начнём с характеристики производительных сил. И в качестве такой преамбулы, постановки проблемы, остановимся на том, почему эта категория забыта. Она, к сожалению, очень редко используется, но очень редко используется даже в рамках марксизма. Более того, если я начинаю сегодня читать лекции и говорю прямо о противоречии производительных сил и производственных отношений, то старшая часть аудитории, те, кто помнит что-то из марксизма, тут же реагирует однозначно. Профессор Бузгалин остался в СССР, 30 лет его ничему не научили, он не знает современного научного языка, это замшелая особь, с которой нельзя иметь дело. В ряде случаев приходится действительно подстраиваться под эту ситуацию и говорить о технологиях, о человеке, о взаимодействии человека и природы, то есть рассказывать про производительные силы, но не называть эту категорию. С вами в рамках нашего курса, я так делать не буду, я прямо хочу сформулировать этот тезис и подчеркнуть, что производительные силы – это то, что обязательно должно быть принято во внимание, когда мы ведем политэкономический анализ. Непосредственный предмет политической экономии – производственные отношения, но они обусловлены развитием производительных сил, оказывают обратное влияние на это развитие, и, соответственно, без обращения к этой категории мы работать не можем. С развитием производительных сил связаны важнейшие предпосылки царства свободы, коммунизма. Поэтому давайте ведем эту категорию. Почему ее не используют современные экономисты? Наверное, потому, что она достаточно четко, содержательно характеризует противоречия современной экономики. И Ноленс Воленс указывает на то, что эти производительные силы требуют других производственных отношений, требуют движения по ту сторону рынка и капитала. А это не входит в задачи основного направления экономической науки. Основное течение – экономикс изучает то, как повысить эффективность бизнеса. И если здесь требуются инновации, а они требуются, то рассматриваются они в предельно общем, опять-таки, рыночном виде. Иными словами, для бизнеса, если можно провести инновацию в виде новой обертки, или нового рекламного ролика, или нового дизайна все одного и того же, то это будет просто прекрасно. Обратите внимание, как «радикально» изменились автомобили за последние несколько десятилетий. Вот фары изменили форму несколько раз, приборные щитки. Правда, в последнее время добавилось компьютерное обеспечение. Но в целом достаточно вяло идет технический прогресс. И планировавшись советскими фантастами на 1980-90-е годы прошлого века, переход на электрические модульные вагончики, двигающиеся в пространстве автоматизированных транспортных систем, это было довольно банальным предвидением, считалось, что так будет обязательно, не реализовалось практически никак, если не считать навигаторов и некоторого количества дорогих и не очень эффективных гибридных автомобилей и электрокаров. То есть, к этой теме мы еще вернемся. Итак, производительные силы потеряны. Хотя это именно то, что абсолютно необходимо для того, чтобы зафиксировать важнейшие аспекты предмета нашего курса и, главное, важнейшие аспекты рождения будущего. Хотя целый ряд изменений в производительных силах общественные науки зафиксировали. Прежде всего, как ни странно, социологи институционального направления. Это возросшая роль информации, масса работ на эту тему, переход к сетевой структуре производительных сил. Я назову в данном случае еще раз эту категорию. Характеристика новых источников энергии, процессов автоматизации и так далее. Но вот сейчас мы к этому самому перейдем как раз к вопросу. А вот, введя категорию производительных сил, мы должны будем тем самым говорить о качественных глубинных сдвигах последних десятилетий и выделить проблемы мирового социально-экономического развития, подчеркиваю, мирового социально-экономического развития в контексте вот этих сдвигов. Какие вопросы мы должны будем тем самым осветить? Мы должны будем показать, какие изменения в производительных силах указывают на пределы царства необходимости и формируют основания царства свободы. В частности, почему и как эти производительные силы трансформируют поздний капитализм? Еще более узкий вопрос. Почему и как они вызывают такие феномены, как финансиализация, деиндустриализация и развитие того, что накануне кризиса было названо новой нормальностью, а ряд ученых окрестил новой ненормальностью. Но это было до того, как разразился первый мировой экономический и финансовый кризис с 2008-2009 годов, а уж после того, как зимой 2019-2020 еще до ковида начался второй кризис в условиях пандемии, он стал особенно явственен. Вот в этих условиях уже даже о нормальности говорить не приходится. Говорят о кризисе. Вот в этом случае и встает вопрос о том, какие изменения могут прийти, какое новое качество может прийти на смену. Во-первых, царству необходимости, в целом, во-вторых, капитализму, как части царства необходимости, в-третьих, позднему капитализму, его неолиберальной модели, что обеспечит простор для развития человека и прогресса технологий. Давайте пойдем дальше. О чем обычно говорится сегодня? Известные работы широкого круга ученых. Обычно упоминают имя Шваба, лидера, инициатора Довозского форума. Он известен прежде всего потому, что на этом форуме собираются миллионеры, миллиардеры, точнее, и лидеры крупнейших государств. Но раз там собирается истеблишмент, значит, это очень важно. Так устроен сегодняшний мир. В всяком случае, его видимостные внешние проявления. Тем не менее, действительно, революция в производительных силах наметилась. И в странах ядра человек все больше включается в творческую деятельность, а как следствие возникает возможность, подчеркиваю, возможность, исключение наемного труда как форма организации деятельности человека, как одной из сторон производственного отношения капитал. А если уходит наемный труд, то может и должен уйти капитал. Вопрос, однако, в том, что эта потенция сталкивается с ограничениями в производственных отношениях. И вместо ухода капитала мы получаем нечто иное. Мы получаем реванш капитала в рамках неолиберальной эпохи. В чем это выражается? Ну, давайте прежде всего посмотрим на материальное производство. В своих лекциях я уже не раз говорил, поэтому коротко напомню, что научно-технический прогресс в сфере материального производства в последние десятилетия резко затормозился. Да, у нас есть определенные сдвиги, но они минимальны. Если мы посмотрим на промышленные системы, ну, скажем, станкостроение, прогноз недавнего прошлого, 50-летней давности, к началу 21 века промышленность, машиностроение, станкостроение, автомобилестроение, все то, где присутствуют конвейер и станок, все это будет автоматизировано. Первые заводы-автоматы появились в Советском Союзе в конце 60-х, начале 70-х годов. Число станков с программным управлением, числовым программным управлением, ну, прообразы робототехнических комплексов в Советском Союзе было больше, чем в сегодняшней России. Да и в мире в целом прогресс робототехники при всех красивых картинках на выставках и этих бесконечных человекоподобных игрушках идет крайне медленно. Вытеснение человека не происходит по очень простой причине. Рабочий мигрант на конвейере гораздо выгоднее, чем робот. Ну, или еще лучше просто вывести это производство в страны третьего мира, которые становятся полупериферией, и делать все в Индии, Турции, России, Бразилии. Ну, Китай сейчас уже отчасти продвигается вперед. Итак, во многом сохраняющая прежний образ, облик по технологиям машиностроения. Энергетика по преимуществу та же самая. Тепловые станции сжигают газ, сжигается нефть, сжигается уголь, гидроэнергия, возобновляемые источники энергии, дороги, используются частично и не очень устойчивы. Вот мороз грянул, ветряки перестали работать в Европе. Транспорт. Фактически система осталась прежней. Ну, стало больше самолетов, вместо трех пилотов сидит два. Так же тесно в креслах, та же скорость передвижения, немножко меньше расход энергии, немножко больше, то есть, ну, множко больше автоматизации перелета. Но, в принципе, для пассажира изменений практически никаких. Как мы летали на Ту-104 больше 50 лет назад со скоростью 800-900 км в час, так мы летаем и сегодня. Как мы могли пролететь с одного континента на другой без посадки, на Ту-114, так мы можем пролететь сейчас на Боинге. Автомобили. Та же скорость передвижения, плюс уродская система городского транспорта, которая сделала среднюю скорость в городе автомашины на уровне 15-20 км в час. Не в час пик. В час пик еще медленнее. Ну и можно продолжить эту цепочку. В материальном производстве технологическое развитие затормозилось. А где оно развивается? Там, где производительные силы объективно необходимы и востребованы для развития вот тех самых форм неолиберальных моделей, тех самых форм неолиберальной модели позднего капитализма, о которой я сказал в самом начале. Финансовый сектор, господствующий в экономике, торговля, маркетинг, различные формы посредничества, шоу, бизнес и иные формы организации досуга не на основе развития личности человека, а на основе подчинения его манипулятивному воздействию корпорации, когда фан-экономика, экономика фанатиков, к этим фанатов мне даже не хочется говорить, развивается бурными темпами. Но об этом как-нибудь особо. Давайте пойдем дальше. Значит, фактически потенциал развития производительных сил, сформировавшийся в конце 20 века, используется для приоритетного развития вот тех секторов, которые я бы назвал бесполезными, или привратным сектором. Сектором, где привратные формы создаются. Создается то, что не нужно, а в ряде случаев и то, что вредно. Так возникает глубокое противоречие производительных сил и производственных отношений в современных условиях. И чисто с производственной точки зрения, на что нацелены производительные силы сейчас и их прогресс? На создание, хранение, передачу информации и формирование технологий, навязывание потребителю, покупателю точнее, тех благ, которые выгодны капиталу. Сферы маркетинга, реклама, пиар и так далее, они под себя строят производительные силы. Эти производительные силы вызвали, пусть медленные, но все же изменения в технологиях, человеческих качествах и многих других сфер. Но это побочные изменения. Знаете, как производство тракторов на танковом заводе. Конечно, можно приспособить танковый завод, чтобы делать там трактор, или в Советском Союзе делали что-то похожее с любым другим производством, но это не самый лучший вариант. В чем мы получаем, какой результат мы получаем? Фактически сейчас капитал, как производственное отношение, капитал, как экономико-политическая сила и даже как форма организации интеллектуального пространства, капитал во всех этих ипостасях сталкивается с той же дилеммой, что и 50 лет назад. В 70-е и 80-е годы прошлого века. Массовый творческий труд возможен и необходим, а современные формы капитала, и прежде всего финансового капитала, не могут обеспечить его использование, ориентированное на развитие человека, причем человека, как актора во всех сферах жизнедеятельности, в любой стране, отсталый, передовой. Еще вопрос, где критерии отсталости. В любой части этой страны, в любой отрасли, в любом поселении и так далее. То есть, вот на это производительные силы не работают. Как следствие, сами формы капитала переживают период стагнации. То есть, они вызывают к жизни такие производительные силы, которые не обеспечивают прогресса человека, реализации тех возможностей, которые были созданы еще 50 лет назад, и в результате сами эти формы стагнируют. Финансовый капитал попадает в ловушку, которую он создал сам себе, в виде вторичных, третичных деривативов, перенакопления капитала в целом, таких его форм, как закредитованность и многое другое. Финансовый капитал сам себя съедает и ставит перед проблемой перенакопления, что и проявляется во время финансового экономического кризиса, мирового кризиса, который в 21 веке мы переживаем уже во второй раз. Отсюда вызов, та общественная система, которая разрешит эти противоречия, она же и окажется самой прогрессивной и победит в соревновании в мировом масштабе. Какие качественные изменения происходят в производительных силах в результате? Для марксизма главные изменения в производительных силах это всегда изменения в содержании труда, ибо главная производительная сила это человек, тем более это характерно для современной эпохи. Хотя изменяется и орудие труда, и предмет труда. Но главное это все-таки вот это содержание труда. В чем это изменение? В том, что труд становится творческим по своему содержанию. Далее еще одна формулировка. Этот творческий труд становится из удела ограниченного, предельно узкого круга, я бы сказал элиты в кавычках, хотя, наверное, здесь даже без кавычек, элиты человечества, он становится доступен массам. И более того, он должен стать содержанием труда масс. Как минимум трети, а чем дальше, тем больше всего человечества, которое включено в той части человечества, кто включен в творчество, в деятельность. Все те, кто работает, во все большей степени должны включаться в творчество. Вот таков императив современных производительных сил. Так его очень редко формулируют. Обычно говорят о знаниях, об информации, о другой энергии, о нобикс-технологиях, нанобио, информационные, когнитивные, социальные, о чем угодно, об умном производстве, даже безлюдном производстве. Но о том, что главные изменения это возможности, необходимость перехода человека к немашинизируемому, если перевести на русский категорию, предложенную Алланом Фрименом, это английский, англоканадский профессор. Итак, творческий немашинизируемый труд. Вот главное, новое содержание, которое рождается сегодня. И он должен стать общедоступным. И должны развиваться те сферы производства, где главное содержание деятельности человека это творчество. В принципе, этот феномен заметили многие. О том, что такой труд должен занять господствующие позиции в будущем, было сказано, вот не сочтите, что я пристрастен, но это действительно было сказано 150 лет назад Карлом Марксом. Он в подготовительных материалах капиталу специально написал, что будущее принадлежит всеобщему труду, научному труду, труду художника, я бы добавил к этому труд преподавателя, медика и так далее. Всеобщий, априори необходимый каждому, творческий по своему содержанию труд. Именно он, по мнению Маркса, должен был прийти на смену деятельности человека, точнее, труду, в данном случае, не деятельности, творческой деятельности должна была прийти на смену труду человека, как придатка машины в индустриальном производстве. Но это предвидение Маркса сбывается очень нелинейно, то больше, то меньше, такой зигзагообразный процесс по синусоиде. Что интересно, что в Советском Союзе ученые, особенно в 60-е, 70-е годы 20-го века, очень много писали о приоритетном развитии творческой деятельности и то, что человек будет заниматься творчеством в будущем, знали все футурологи, во всяком случае, марксисты, футурологи, даже писатели и даже школьники, которые читали научно-фантастические книжки, достаточно серьезные, Ефремов, Астругацких, но и не только. Сейчас этот тренд, эта тенденция объективная открыл заново в качестве велосипеда Ричард Флорида, американский социолог, который, правда, написал достаточно объемный труд, где посчитал всех тех, кто занят деятельностью отчасти или в наибольшей степени творческой, выделив так называемое креативное ядро и просто креативный, то есть, есть креативный класс, а внутри креативного класса еще креативное ядро такое, так сказать. Вот. И в данном случае эта идея креативного класса пошла вширь и получила известность признаний и так далее. Хотя, еще раз подчеркиваю, это было известно давно и задолго до Флориды. Я бы предложил неожиданное и необщепринятое деление этого креативного класса. Обратите на него внимание. Дальше последуют важные выводы, касающиеся каждого из нас с вами. Подчеркиваю, каждого из нас с вами, лично касающиеся. Итак, креативный класс делится на тех, кто формирует прогресс. Это создатели человеческих качеств. Медики, тренеры, учителя, воспитатели детского сада, библиотекари, все, кто формирует человеческие качества. Художники. Да? Это те, кто формирует общество, построенное на началах разотчуждения. Ну, или кто снимает социальное отчуждение. Уничтожает, если хотите, социальное отчуждение. Вот пример. Создатели профсоюза университетской солидарности, точнее, создатели и активисты профсоюза университетской солидарности, творческие люди, обеспечили возможность, ну, существенно изменить условия труда, повысить на 30-40% его оплату, заставить прислушиваться к рядовому преподавателю, доценту и профессору, руководству одного из крупнейших российских университетов. И не только одного. Началось все с МФТИ, потом пошло дальше. Вот, пожалуйста, социальные творцы, которые развивают общество. Есть те, кто развивает технологии, кто создает вакцины от коронавируса, или кто просто без ограничения сталкивался с такими нянечками, медсестрами, врачами, техническим персоналом, кто лечит людей, рискуя жизнью. Они создают и реализуют человека и условия его развития. И есть те, кто формирует феномены контрпродуктивные или, в лучшем случае, нейтральные. Те, кто создает бессмысленные, бесполезные феномены. Я даже не знаю, какой словечек придумал, поэтому взял нейтральный феномен. Те, кто создает рекламные продукты, те, кто создает симулятивные ценности в виде вторичных деривативов, кто участвует в финансовых спекуляциях. Вот весь тот блок финансистов, маркетологов, менеджеров, девелоперов, брокеров, промоутеров и так далее. В их деятельности есть некоторая толика рационального зерна. Ну, понимаете, в деятельности помещика, который гнобил крестьян, оббирал их, прожирал, пропивал, выкидывал эти продукты и ценности в условиях, когда люди жили в полуголодном или просто голодном состоянии 30-40 лет в среднем, вот в деятельности этого помещика тоже было некое рациональное зерно. Ну, не все, а некоторые из них отчасти иногда становились офицерами, которые что-то соображали во время войны лучше, чем крепостные крестьяне. Но оправдывает ли это деятельность некоторых офицеров во время войны, которая иногда случается, то, что они паразитировали на огромном количестве миллионов, десятков миллионов работников России на протяжении столетий, тормозя социально-экономическое и так далее развитие. Вот примерно то же самое с теми, кто включен в контрпродуктивную деятельность. Вот такое противоречие номер один. Прежде чем продолжить анализ, давайте вернемся к тому, что такое творческая деятельность. Творческая деятельность качественно отлично от репродуктивной по ряду параметров. Я постараюсь определить, что такое творчество, хотя это феномен, который в науке до конца так и не определен. Итак, творческий труд сам по себе является ценностью а не обременением. В неоклассической экономической теории она господствует сегодня. Скажем проще, в основном направлении экономической науки 20 и 21 века считается, что труд это обременение и труд надо минимизировать. Так вот, творческий труд прямая противоположность. Это ценность, которую надо максимизировать. Чем отличается творческий человек от нетворческого? Ему нравится работать. Я уже упоминал не раз пример Галины Улановой, которая в ответ на упрек, почему вы платите такую маленькую зарплату, советской балерине какой-то западный деятель ее спросил, почему она получает такие маленькие деньги, как она соглашается работать за такие маленькие деньги. Уланова, великая балерина 20 века, сказал, я вообще не понимаю, почему мне платят зарплату, я получаю огромное удовольствие, мне за это еще и деньги платят. В принципе, один из крупнейших физиков Советского Союза сказал нечто похожее. Когда в качестве главного смысла своей жизнедеятельности, он говорит, как что, удовлетворяю собственное любопытство за общественный счет. Вот в этом смысл настоящего творчества. Настоящий педагог, получая некую разумную зарплату, стремится работать как можно больше, ему интересно. Мне интересно читать МФК, интересно читать факультативы, интересно общаться с студентами, проводить конференции молодых марксистов. Интересно, я получаю от этого кучу удовольствия. Гораздо больше, чем если я отправлюсь с каким-нибудь бизнесменом есть фуа-гра, заедать черной икрой, запивать вдовое клико в каком-нибудь сногсшибательном ресторане. Там мне будет неприятно. Хотя, с рыношней точки зрения, там я должен получить удовольствие на, я не знаю, сколько-то тысяч долларов. А я получу кучу проблем внутренних и неприятностей. Вот. Итак, это ценность, а не обременение. Далее. Как таковой творческий труд обладает качеством самомотивации. Труд, который мотивирует сам себя. Что нужно, чтобы мотивировать творческого человека работать? Дать ему возможность работать, не мешать. В принципе, так устроена идеальная площадка для креативной деятельности. Человека делают членом Союза писателей и дальше говорят пиши, милый. Ну, если много напишешь, тебе могут заплатить дополнительно гонорар. Это уже часть от рынка идет. Но вообще в Советском Союзе член Союза писателей получал зарплату, получал доступ к бесплатному дому творчества и много других полезных вещей. Скульпторы получали бесплатные мастерские, художники, студии. Ученые, работая в Академии наук, получали деньги достаточные для того, чтобы жить на уровне полковника, а то и генерала, то есть высших слоев советского общества. И дальше им говорили, ну, пиши, милый, напишешь несколько статей, может быть, книгу, может быть, несколько книг. Ну, и совсем ничего не будешь делать, мы тебя пожурим. Но пять лет у тебя есть, чтобы хоть что-нибудь сделать. В университете советский профессор должен был прочитать шесть часов лекций и семинаров в неделю, шесть часов, не в день. Шесть часов в неделю. И профессора бились, ругались и дрались за то, чтобы им дали почитать побольше. Потому что если ты читаешь всего шесть часов, тебя студенты не выбирают, ты плохой профессор, тебя не очень любят, и тебе самому не интересно. Нет возможности для самореализации. Труд самомотивация. Дальше. В процессе труда не происходит физического потребления средств производства. Ну, или этот процесс носит вспомогательный характер. В процессе творчества мы из феноменов культуры делаем феномены культуры. Еще раз. Мы из феноменов культуры делаем феномены культуры. Мы из информации и знания делаем информацию и знания. Мы из художественного восприятия мира делаем новое художественное произведение. Прогулялись по красивому парку, послушали пение птичек и написали красивый вальс, скажем. Гориат Штраус тогда написал знаменитый вальс, посвященный сказкам Венского леса. Возможно, это миф, но в данном случае это неважно. Да, в процессе творчества может съедаться суп, просиживаться стул, ломаться компьютер. Если нужен андронный коллайдер, то можно сломать андронный коллайдер постепенно. Но это, как ни странно, вспомогательный процесс. Главное, немножко другое. И дальше, результатом творческой деятельности являются феномены культуры, в том числе сам творец как более богатый и гармонично развивающийся в этой деятельности личность. Вы учите студентов, становитесь талантливее. Ну, мне так кажется. Студенты учатся, становятся талантливее. В этом я абсолютно уверен. Вы пришли к доктору, стали более здоровым, а доктор получил кучу радостей, гармонично развивается от того, что он вас вылечил. Я видел улыбку врачей, которые помогали выкарабкаться из смерти моей мамы несколько раз. Вы знаете, это было удивительное чувство у этих людей. Наверное, это называется катарсис. Вот это тоже результат. Не только здоровье моей матушки, которая, слава богу, прожила хорошую жизнь, хотя и с большими проблемами. И не только, скажем, новое произведение искусства, или новая формула, или новая книга. Далее, творческий труд может получить массовое распространение, если мы реализуем достижение современной революции в средствах производства, в технологиях, в содержании труда. Кто-то эту промышленную революцию называет промышленной революцией, кто-то технологической, кто-то третий, кто-то четвертый. Я об этом сейчас спорить не буду, можете почитать, сравнить. Но, значит, происходят качественные изменения, которые приводят далеко не только к росту сферы услуг. Сегодня создан в наиболее развитых в технологическом отношении странах. В материальном производстве может быть занято 20-25% населения, и они создадут все необходимое для того, чтобы люди могли есть, пить, одеваться, перемещаться, пользоваться энергией, услугами цивилизации и так далее. Это 20-25% доля занятых в промышленности, транспорте и сельском хозяйстве в наиболее развитых технологическом отношении странах. Причем, собственно, в сельском хозяйстве занято вообще 1% населения. 1% населения. И они производят зерна, мясо, молока, фруктов, овощей и так далее достаточно для того, чтобы накормить свою страну и еще экспортируют. В то время как в странах периферии 30-40-50% людей занятых в сельском хозяйстве создает продукты питания, которых едва хватает для того, чтобы люди жили в проголоде. Почему? Потому что в наиболее развитых странах высокие технологии обеспечивают высокую производительность труда и дальше люди высвобождаются из непосредственно материального производства. И в непосредственно материальном производстве они по большей части могут выполнять роль контролера и регулировщика. Контролер и регулировщик это опять цитата из Маркса, который написал, что общество будущего, коммунистическое общество, это общество, где функционирует автоматическая система машин, а человек выполняет роль контролера и регулировщика этой автоматической системы машин. Коллеги, задумайтесь, это было написано в эпоху, когда паровозы и пароходы были величайшим техническим новшеством, а электричество только исследовалось как некий феномен. Эпоха паровозов и пароходов кое-где в качестве высочайшего достижения. Маркс пишет, автоматическая система машин и человек, как контролер и регулировщик, вот материально-техническая база будущего общества. Я цитирую недословно, это смысл его высказывания. Гениальное предвидение, недогадка предвидения на основе законов развития капиталистической индустрии. Об этих законах читайте в конце первого тома капитала, в последних разделах первого тома капитала. А сейчас возвращаемся к нашей проблематике. А что будут делать остальные 80%? Вот эту проблему, так называемую проблему 20-80 сегодня обсуждают все. О ней не говорит только ленивый. Я не знаю, кто первый сказал мяу, кто первый сказал про этот парадокс, но смысл состоит в следующем. Будущему обществу нужно 20% людей, остальных надо выгнать. Ну, либо уничтожить, либо превратить в прислугу, либо пусть побираются как в Древнем Риме им дадут хлеба и зрелищ. Уже сейчас кое-что похожее происходит. А вообще это излишние люди. Таково решение капиталистической системы. Решение не только бесчеловечное, но тупиковое с точки зрения критериев социального прогресса. Критерий, напомню, в предыдущих лекциях мы его выводили и обосновывали, а не просто придумывали. Критерий прогресса свободное гармоничное развитие человека. Предложить 80% роль побирушек, паразитов, потребителей это тупик и деградация с точки зрения социального прогресса. Каким может быть другое решение? Но прежде всего эти деятели забывают, опять в кавычках, потому что они про это хорошо знают, но как-то никак не хотят включить свой предмет в содержание своих размышлений. Они забывают, как бы забывают о том, что основная функция творческого человека это вам уже хорошо известная сфера массовой творческой деятельности. Образование для всех и через всю жизнь. Еще раз. Образование для всех и через всю жизнь. Чуть-чуть поясню. Образование для всех это значит доступное каждому, абсолютно каждому. И здесь очень важный тезис, где мы обращаемся к социальной философии, социальной психологии, да, пожалуй, просто психологии и философии творческого советского марксизма 60-70-х годов. Выгодский, Леонтьев, Рубинштейн, ну и, наверное, в качестве гуру, философского гуру, хотя его тогда таким не считали, Эвальд Васильевич Льенков. Они провели даже целую серию экспериментов, доказывающих, что каждый человек от рождения обладает творческим потенциалом. Один из самых мощных экспериментов, которые когда-либо проводились в философии, вот, представляете, философия и эксперимент, да, казалось бы, где они? Это интернат для слепо-глухих от рождения детей. Дети рождаются слепыми и глухими от рождения, у них нет возможности коммуницировать с внешним миром. Так вот, используя фундаментальное философское положение о том, что общественный труд, общественная деятельность, деятельность, построенная в системе общественных отношений, формирует человеческую личность, вот этих слепых и глухих от рождения людей возвысили до деятельности, причем во многих случаях творческой деятельности. Есть просто такой впечатляющий, героический, великий пример доктора философских наук Суворова слепого и глухого от рождения. Он пишет книги, он говорит, не слыша и не зная вообще, что такое говорить. Ну, немножко сложно понимать, но, наверное, так же, как мой английский. Ну, в Англии понимают, в Америке понимают Суворова, понимают на русском языке в любой стране мира, и, наверное, даже лучше, чем мой английский. Казалось бы, что может быть хуже, чем отсутствие слуха и зрения для того, чтобы заниматься творчеством. Однако, получается. Так вот, современные эксперименты подтвердили, что навыками, потенциальными навыками творческой деятельности, не навыками, способностью к творческой деятельности, обладает примерно 80-90% детей в детском садике. Ну, 10-20% это больные и некоторые побочные эффекты, которые возникают с самого начала в нашем обществе отчуждения. В школе, начальной школе 50-60%, в старших классах 30-40%, некоторые оценки дают 25%, а по окончании университета 10%, хотя, казалось бы, должно быть все наоборот. Сегодняшнее образование из человека делает функционально грамотного специалиста. У нас даже заставляют писать, какие навыки и умения вы получите в результате учения образования в университете. Насколько у вас формируется способность к творческому, критическому мышлению и генерации феноменов культуры, никто не спрашивает. Надо правильно выучить, правильно ставить галочки в тестах, правильно формулировать правильные ответы, исходя из правильных формулировок, ну и так далее. Вот это убивающее творчество модель образования создает иллюзию того, что лишь небольшая толика людей способны к творчеству. Да, в условиях господствующего позднего капитализма сегодня малая толика взрослых людей способны к творчеству, но от рождения потенциально к творчеству способны все. Отсюда вот эта возможность и необходимость образования, которое развивает творческий потенциал, а не губит его через всю жизнь, начиная от детских яслей и включая образование для пенсионеров. Отчасти вот это образование в единстве просвещения, воспитания и собственно обучения, вот такое образование триединное, реализуется даже сейчас. Маленький кусочек весьма странных формах реализуется в программе московской долголетии, где 20 тысяч человек получают образование люди в возрасте за 65. И это правильно, учиться надо всю жизнь. Вот вам, пожалуйста, пространство, где могут работать десятки миллионов, скажем, если мерить масштабами России. Второе пространство – это здоровый образ жизни. Не лечить болезни, а формировать и постоянно поддерживать здорового человека. Огромный фронт работы, особенно в условиях нынешнего глубоко больного физически общества. Третье пространство – лечить общество от социальных болезней, выгребать социальную грязь, рекреация общества, социальная работа, огромное пространство деятельности. Четвертое направление – рекреация природы, непочатый край работы. Я уже не говорю про то, что сразу приходит на инженерное творчество, научное творчество, не знаю, куда отнести деятельность программистов к инженерному, техническому или научному, искусству, иц. Видите, огромное пространство, где человек может жить и творить. Таким образом, можно занять как минимум еще 25-30%, а может быть и больше. И останется еще некоторая толика людей, которые ничем не заняты. А вот здесь приходит решение, которое было предложено Марксом в рукописи третьего тома «Капитала». Энгельс потом включил это в третий том. Энгельсом в антидюринге. О чем писали все марксисты-гуманисты Советского Союза. О чем что удивительно. В 30-е годы написал Джон Мейнард Кейнс, где он писал об об обществе внуков и сказал, что внуки будут работать 20 часов в неделю, остальное время развивать свои личностные качества. Экономика перестанет играть определяющую роль в жизни человеческого общества. Это предвидение было сделано почти 100 лет назад и не марксистов. Очень широкий круг ученых говорит об этом сегодня. Самых разных. От мечтателей ранне комсомольского возраста с красным галстуком до бизнесменов собственник большого состояния президент вольного экономического общества профессор Бодрунов пишет о том, что будущее общество это общество творческой деятельности, лежащее по ту сторону собственной экономики. Цитирую Маркса. Итак, главной проблемой коммунизма общества будущего становится свободное время. Вот видите, как мы только что сформулировали целый ряд черт будущего коммунизма, главного в этом обществе. Итак, производительные силы, которые позволяют человеку заняться творческой деятельностью. Такие производительные силы, которые позволяют человеку заниматься преимущественно творческой деятельностью. Автоматизированное производство, к тому же с другой структурой и с другими технологиями. Аддитивные технологии, умное производство, автоматизированная система машин И совершенно другая структура общественного производства, где не создаются бессмысленные, бесполезные вещи и услуги, где создается то, что действительно нужно человеку. Это первое, что мы зафиксировали. И эта система производительных сил создает в качестве главного своего компонента человека, обладающего способностью к творческому труду. Хомо-креатор становится главным действующим лицом общественной деятельности коммунистического общества. Очень важный вывод. Прежде чем идти дальше, маленькая ремарка относительно другой структуры производительных сил. У меня есть любимый пример. Наверное, скоро на меня начнут пальцем указывать. Это Бузгалин, который любит велосипеды. Но вы знаете, на меня произвел впечатление мир, где люди передвигаются на электробайках, велосипедах, ходят пешком и бегают. Причем очень разный мир. Один полюс – маленькая Швеция или Финляндия. Холодно, зима, снег. Все ездят на велосипедах, ходят пешком, пользуются бесшумным трамвайчиком, если уж совсем нужно, или метро, аккуратно работающим. До недавнего времени. Сейчас там неолиберальный реванш, и становится плохо последние 10-20 лет. Вторая сторона прямо противоположная. Огромный, жаркий, по преимуществу Китай, где сегодня электротранспорт занимает все большее место. Одна из самых передовых в этом отношении, наверное, самая передовая страна мира. Многие миллионники полностью переведены на электрический общественный транспорт и так далее. Вообще, коммунизм – это не когда у каждого ездить по Роллс-Ройсу, а когда каждый понимает, что ездить на Роллс-Ройсе стыдно и глупо. Ну, может быть, иногда в качестве пользования музейным экспонатом. Можно прокатиться на красивой карете, можно прокатиться на породистой лошади, можно прокатиться на Роллс-Ройсе, как историческом памятнике культуры. Но именно как феномен культуры он может быть интересен, этот самый Роллс-Ройс. Там действительно что-то красивое, что-то технически продвинутое, особенно для своего времени и так далее. Но, во-первых, жить надо не в мегаполисах, а в поселениях, где все находится в пешей доступности. И между собой эти полисы связаны скоростными коммуникациями. Поезд со скоростью 1000 км в час сегодня – обозримая перспектива. В Китае на магнитные подушки поездка уже бегают быстрее, чем 500 км в час. Ну, пусть 500 км в час. 10 минут от одного поселения до другого. Внутри поселения пешком, на велосипеде. Ну, в крайнем случае, на трамвайчике или подземке. Экологически чисто. Да? Другое совершенно поселение. Вся автомобильная промышленность и все, что связано с автомобильной промышленностью, просто не нужно. Металлургия для этого не нужна. Станкостроение не нужно. Производство бензина не нужно. Производство запчастей и обслуживающих станций не нужно. Производство полицейских, которые берут взятки или не берут взяток, не нужно. Производство страховщиков не нужно. Производство врачей, которые лечат травмы, не нужно. Производство врачей, которые лечат от гиподинамии, тоже не нужно. Огромное количество человеческого труда и материальных ресурсов высвобождается, а люди начинают жить более здоровым образом жизни. За счет изменения структуры производительных сил, качества производительных сил. Это не фантастика, это императив. Императив ближайшего будущего. Это то, что можно сделать в течение нескольких десятилетий, на самом деле. Не за день, но в течение нескольких десятилетий. Если вы спросите, как передвигаться в Якутске на велосипеде, я на этот вопрос вам не отвечу. Возможно, надо сделать упряжку из оленей. Шутка. Значит, что важнее? То, что формируется деятельность, которая носит творческий характер, точнее, творческое содержание деятельности становится доминирующим. В результате это труд, который самомотивирует человека. Вспомним ключевой импульс, точнее, посыл коммунизма. Каждый по способностям, каждому по потребностям. Ну, во-первых, обратите внимание, не от каждого по способностям, а каждый по способностям. То есть никто не тянет и не принуждает тебя что-то отдавать. Ты сам хочешь дарить. Каждый по способностям. Во-вторых, каждому по потребностям. Сразу возникает картинка, я хочу дворец, всем дворцов не хватит. Так вот, коммунизм – это общество, в котором каждый хочет интересно работать. Главная потребность – это деятельность. Помните, мы написали, творческий труд – это ценность. Главное свойство – сам мотивация. Что нужно, чтобы заставить человека творчески работать? А ничего не нужно. Нужно дать ему творческую работу и свободное время. И он будет с радостью это делать. Дальше вы зададите вопрос. При коммунизме люди должны стать ангелами. Это кто-то из американских президентов сказал. Это коммунизм – красивая картинка в 60-е годы. Чуть ли не Кеннеди. Коммунизм – красивая картинка, но чтобы его воплотить в жизнь, нужны ангелы. А мы живем в мире, где люди скорее дьяволы. Ну или обыватели-конформисты, по крайней мере. Которые хотят больше денег, шмоток, машин, домов и всего остального. Такой человек не годится для коммунизма. Вы знаете, это правда. Такой человек не может жить при коммунизме. Точно так же, как крепостной крестьянин не мог жить в условиях рынка. Крепостной крестьянин, не умеющий читать, писать и считать, не годится для рынка. И при помощи крестьянина, который не умеет читать, писать и считать. И привык, чтобы его порули, иначе он не хочет работать. Плюс живет в общине. И не знает, что такое мировое разделение труда. С таким крестьянином капитализм не построишь. Хоть тресни. Точно так же, как с хомоэкономикус, который хочет больше денег и шмоток, не построишь коммунизм. Но каким-то образом из крестьян крепостных и тупых, но в то же время общинных и патриархальных, и солидарных выросли индивидуальные эгоисты, частные собственники, умеющие читать, писать, считать. И последний кусок забрать у ближнего, для того, чтобы обогатиться. Точно так же происходит трансформация хомоэкономикус, хомо-креатора в человеко-коммунистическую. Постепенно, через революции, реформы, изменения общественных отношений. Но это чуть-чуть забежало вперед. Мы тем самым получили целый ряд черт коммунистического общества. Другие производительные силы, другое содержание труда, другая структура производительных сил, другой человек, другой труд и ценности, другая мотивация, другая структура занятости, соотношение свободного и рабочего времени. Все это вместе называется основным законом коммунистического общества. Этот закон был прописан в программе Российской социал-демократической рабочей партии еще в 1903 году. Плеханов написал, что будущее общество будет планомерно организовано и развиваться ради повышения благосостояния всех членов общества. Помарка Ленина на проекте программы Плеханова. Это-то, пожалуй, еще и тресты дадут. То есть капитализм эпохи трестов, эпохи монополий, капитализм начала 20 века это даст. Социализм – это система отношений, планомерно организованное общественное производство, в котором обеспечивается свободное, гармоничное, всестороннее развитие человека. Не всесторонний развитый всезнайка, а постоянное, свободное, гармоничное, всестороннее развитие человека. Вот это коммунизм. И подчинение производства отмирающего государства, общественных отношений, всего, что есть в задаче свободного всестороннего развития человека в ассоциации, мы о ней говорили в прошлый раз, это и есть объективно востребованный развитием производительных сил основной закон коммунистического общества. Его формируют соответствующие общественные отношения. Отношения сотворчества свободных индивидов. Но об этом как-нибудь в другой раз. Давайте пойдем дальше. У нас осталось мало времени. В сегодняшних условиях этот хомокреатор уже рождается. Вот хомокреатор – это одна из важнейших предпосылок, рождающихся уже сегодня будущего коммунистического общества. Точно так же, как рабочие и занятые индустрии, даже если это был формально крепостной, или работающий в условиях разделения труда ремесленник. Вот этот человек, занятый ремеслом, пытающийся создать плуг вместо сахи, какую-нибудь механическую веялку, сейлку, еще что-нибудь, рабочий, который впервые встает к паровой машине, даже если он имеет статус крепостного, он становился шагом вперед к будущему капиталистическому миру, где будут частные собственники и наемные работники. Но все юридические свободы. Точно так же, хомокреатор сегодня – это потенциальный человек коммунизма, но он живет в условиях капитализма и рынка. И поэтому он, с одной стороны, актор и функция рынка и капитала, а с другой стороны, он носитель творческого по содержанию труда. Итак, он, с одной стороны, индивидуалист, и это одна из фундаментальных черт творческого человека. Он каждый сам по себе талантлив, сам по себе гениален, он знает лучше всех, что красиво, что безобразно, что умно, что глупо. Ну, как говорят в таких случаях, два творческих человека – три разных теории, да, или три разных видения прекрасного. Ну, есть много разновидностей этой пословицы. С другой стороны, он включен во всеобщую творческую деятельность. Это всегда сотворчество. Вот моя лекция – это продукт творчества Генриха Степановича Батищева, Библера, профессора, профессора Злобина, профессора Межуева, моего учителя, профессора Хесина. А они продукты Лукача, Грамши, Ленина, Маркса, Энгельса, Гегеля, фихты, ну, вплоть до Сократа, может быть, еще куда-нибудь дальше в историческую эпоху. Мы все вступаем в сотворчество с создателями русского языка, Александром Сергеевичем Пушкиным и всеми остальными великими поэтами и художниками. Мы продукт всего. Вот какие-то идеи этой лекции о сотворчестве у меня появились в Большом зале филармонии в Ленинграде, тогда это был Ленинград, во время концертов симфонической музыки. Некоторые детали сегодняшней лекции, которую я готовил давно, на самом деле, я читаю в разных вариациях, в разных странах несколько лет, появились в бассейне, когда я плавал. Там была проблема, нечем было записать и негде. Слава богу, что-то запомнилось, что-то, наверное, забыл. К вопросу о свободном и рабочем времени. Вот это система отношений всеобщего сотворчества и индивидуальности. Противоречия. Далее. В условиях капитализма каждый креативный работник в потенции – собственник человеческого капитала. Творец в условиях рынка, если он создаст интеллектуальную частную собственность, может обогатиться. Творец может создать очень большое общественное богатство, которое в условиях рынка получит внешнюю оценку в деньгах. Я подчеркиваю, творческий человек стоимость не создает, он создает культурное богатство. Но в условиях капитализма на это творческое богатство, как на честь, совесть, любовь и так далее, надевается форма цены. Поэтому можно получить кучу денег, и вы тем самым обретете человеческий капитал. В большинстве случаев вы будете наемным работником. Еще одно противоречие. Вы собственник человеческого капитала, то есть обособленный частный субъект, частный собственник, который противостоит всем остальным, и все только продает и покупает. А с другой стороны, вы создаете всеобщее общественное богатство, которое потенциально принадлежит каждому, и используете все богатство человечества. Вы мещанин, который хочет как можно больше денег. Любой творческий человек хочет побольше денег, побольше вещей, подороже машину, пошикарней дом, ну и так далее. Поскольку мы агенты рынка и капитала, рыночно-капиталистической системы. Но с другой стороны, мы, да, и вот как таковые, мы консервируем отчуждение. Мы говорим, я буду писать стихи, но стихи я буду писать, чтобы заработать больше денег. Где больше всего денег платят за стихи? В рекламном агентстве. И вы сочиняете блестящий стих. Я вот его, по-моему, уже как-то цитировал, не помню, в нашем курсе или в другом. Я помню чудное мгновение, купить мыло, какое-нибудь вдохновение или омыление. Да, хотя и появляется гениальная реклама. Купите мыло вдохновения, и будет с вами омыление, и пена бурная пойдет, и траля-ля-ля потечет. Просто замечательно, да? Кажется, вот Александр Сергеевич Пушкин, наверное, должен был бы писать такие стихи. За это бы ему хорошо заплатили. Это наполовину шутка. Творец подчиняется отношениям отчуждения, может его даже усиливать, и очень часто его усиливают. С другой стороны, творец – это всегда субъект разотчуждения. Это тот, кто несет миру в пространстве истории, к прошлому, будущему, культурные ценности. Он оживляет Достоевского, когда вступает с ним в спор. Он оживляет Эйнштейна, когда говорит его теория относительности устарела. Он оживляет Бузгалена, когда говорит, профессор, ваши размышления о креативной деятельности – это позапрошлый подход, позавчерашний подход. Вы многого не знаете, надо вот так, так и эдак. Вы делаете меня живым, даже после смерти я буду жить в той части, в какой вы будете со мной спорить. Вы принадлежите всему миру, культуре, человечеству в пространстве его времени. Это фундаментальная противоречия. Вы хотите творить, вы хотите нести пользу человечеству, получать всеобщее признание, реализовать свою потребность в труде, развиваться в свободном времени, одна сторона. Вы – субъект рыночных отношений, хотите больше денег, мечтаете стать капиталистом и так далее. Это вторая сторона. Вот это то противоречие, которое характерно для креатора, и которое создает, с одной стороны, предпосылки, а с другой стороны, проблемы, противоречия, препятствия, даже я скажу грубо, для движения к коммунизму. Ну и в заключение немножко о том, что творчество, просто пояснение, создает возможности построения коммунистического общества на принципах вот этого самого диалога внутри свободной, в рамках, в пространстве, нет, не в рамках, в пространстве свободной, добровольной ассоциации, работающей ассоциации. Я это понятие ввел в предыдущие лекции. Если творчество и свободное время есть главный ваш стимул, и труд ваш является творческим по своему содержанию, вы художник, учитель, санитар, ассенизатор. Знаете, как у Маяковского? Я ассенизатор и водовоз, революции мобилизованный и призванный. Ассенизатор, человек, который чистит грязь социальную, экологически, замусоренный мир и так далее. Водовоз тот, кто несет чистоту. Вот если вы включены в творческую деятельность по роду своей основной профессии, вы включаетесь в отношения реального освобождения труда, если общественные отношения у вас такие, как в общественном секторе, отчасти, наверное, все-таки так, в условиях Советского Союза. Вот как у профессора или у художника, или даже у школьного учителя. Вы получаете зарплату, нормальную, достойную заработную плату. Вы имеете возможность работать половину рабочего времени, остальное время вы должны заниматься саморазвитием, чтобы быть творческим человеком. Вы стремитесь работать больше и интереснее. Ну, в СССР все это было обременено бюрократией, идеологическим контролем, и деньги были. Но, тем не менее, эти импульсы были уделом десятков миллионов людей. Если вы включены в такую деятельность, это уже реальное освобождение труда, это уже реальный элемент, росток коммунизма. Может быть, другая ситуация, когда вы заняты тяжелым трудом. Вот мое поколение читало роман «Как закалялась сталь» Островского. Вот там есть удивительный пример. Голод, небольшой город, умирает от голода. В деревнях есть хлеб. На подводах довезти зимой невозможно. Нужно построить узкоколейку. Вот некая толика людей едет строить узкоколейку. Адски тяжелая работа. Зима, снег, голод, холод, лом, лопата, кирка. Какое здесь творчество? Однако эти люди творили. Они творили жизнь десятков тысяч людей, умирающих от голода в этом городе. Они творили совершенно новые общественные отношения. Они творили формальное освобождение труда. Формальное не значит плохое. Значит, оно формировалось формой, извините за повтор, общественной формой отношения свободной добровольной ассоциации и труда ради того, чтобы создать благо. Это было формальное освобождение. Так работали люди во время Великой Отечественной войны. Это уже практика. Почитайте статью Андрея Ивановича Колганова в журнале «Вопросы политической экономии», посвященный 75-летию Победы и 150-летию Ленина в 2020 году. Второй номер, по-моему. Там приведены интереснейшие отсылки к анализу творческого, энтузиастического труда рабочих, которые занимались рационализаторской деятельностью в Сибири, на Урале. Часто работая даже в помещениях, просто на улице станки ставили на фундамент без крыши и без стен. С минимальным пайком. И так миллионы людей. Не все. Был принудительный труд, была воинская повинность, были наказания, была мобилизация. Но тем не менее. Так поступали люди, которые шли добровольцами на фронт. Это была масса ваших ровесников. Сотни тысяч ваших ровесников, скорее даже не один миллион. Это был социально-творческий, энтузиастический шаг, где люди отдавали даже не труд, а жизнь. Ради того, чтобы решать общую проблему. Труд? Какой труд? Лопата, окоп, винтовка, голод, холод, смерть. Здесь творчеством не пахнет. Однако они были творцами. Творцами жизни. Творцами победы над фашизмом. Самым страшным, что было создана система отношений и отчуждений. Извините за некоторый пафос, но вот на этом я, наверное, буду заканчивать лекцию. Просто мне хотелось, чтобы вы поняли. То, что я говорю, это разговор о будущем коммунизме, о новом отношении коммунизма, главном отношении коммунизма. Со-творчестве, которое может базироваться на реальном или формальном освобождении труда. Так же, как планомерность может базироваться на реальном или формальном обочислении производства. Ну и в качестве такого по скриптуму, чтобы немножко принизить пафос. Хотя, впрочем, знаете, почитайте Маяковского. У него есть строчки. Я знаю, город будет. Я знаю, садут свести. Когда такие люди в стране советской есть. Это по поводу субъектов формального освобождения труда в условиях репродуктивной деятельности. Переводя на язык политической экономии гениальные строки Владимира Маяковского. Теперь по скрипту мы немножко понизим градус. В современных условиях есть масса переходных форм, в которых рождаются вот эти элементы коммунизма. И о них мы будем говорить позже. Это частичные социальные гарантии. Это частичные бесплатные блага. Это некоторые элементы деятельности в рамках общественных организаций. Это волонтерское движение. Это деятельность профсоюзов и экологических движений. Это кооперативы. Это паблик юниверситетис, общественные университеты, или паблик хоспитал, общественные клиники. Это ростки коммунизма, вот этих отношений на Кубе, даже в странах капитала, и в нашей собственной России. Вот здесь рождается коммунизм. Кстати, в той мере, в какой вы включаетесь в деятельность социально-творческих организаций внутри России, организации, которые так или иначе формируют пространство формального освобождения, экологические, социальные, женские, образовательные и так далее движения, и работаете там бесплатно, вы включаетесь в пространство основного общественного отношения коммунизма. Вы берете и переходите в коммунизм. Очень просто. Немножко бесплатно поработать вместе со своими друзьями в неотчужденных общественных структурах. Субтитры создавал DimaTorzok